Утро доброе! Вести утро Корчаева Черкесия с вами. Сегодня облачно, а будет ли дождь, узнаем чуть позже. Ну а сейчас время новостей. Его подвиг бессмертен, а память о нем незабвенно. В Черкесии прошел открытый турнир по плаванию, посвященный памяти нашего легендарного земляка, героя России, генерал-майора авиации Канамата Хусеевича Баташева. За состязаниями следил Ахмат Халкетчев. На официальной части открытия соревнований к участникам состязаний с напутствиями обратился и родной брат героя России Канамата Хусеевича Мурадин Баташев. Он поведал, что плавание было в числе любимых видов спорта легендарного генерала. Именно спорт закалил в нем волю и характер, определивших его стезю. Мы желаем участникам соревнований быть достойными в его памяти и быть лучшими в своем виде спорта, как нам надо лучшим в своем деле, в служении своему отечеству. Мемориальный турнир, хоть и проводится всего лишь второй год, уже показывает весьма высокий результат, как в плане количественном, так и в плане качественном. В этом году в состязаниях принимает участие около 300 спортсменов из четырех регионов СКФУ. У нас достойные соперники, но мы не подведем нашу республику, будем стараться и будем занимать места обязательно. Лучшие плавцы Ставрополя, Ингушетии, Северной Осетии, ну и, конечно же, хозяйки турнира Карачаева-Черкесии в течение двух дней оспаривали право на первые ступени пьедестала в девяти возрастных группах. Каждая группа выступает в нескольких стилях. Конкуренция есть, соревнования, скажем, организованы на таком довольно хорошем уровне, ну и, в принципе, есть с кем посоревноваться, есть где поплавать. Высокого уровня спортивная конкуренция проявилась с первых же стартов. Оно и неудивительно, ведь каждый регион старался выставить своих самых титулованных пловцов. Разумеется, исключением не стала команда и нашей республики. Хорошо проплавал, вроде бы, у меня еще одна дистанция. Были какие-то злобы? Ну, вода тяжелая, тяжеловато была в этот раз. В больших соревнованиях на СКФУ, на дельфине тоже плавала, разными видами. Ну, настрой боевой, готова. В общей сложности спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 54 медали, 16 из которых золотые. Ну, а серебро и бронза в копилке наших пловцов поровну – 19 медалей. Ахмад Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Я с вами прощаюсь, хорошего дня. В заключении расскажу, какой будет погода. Карачаева-Черкесия – переменная облачность. Местами кратковременная дождь в отдельных районах ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 14, плюс 19, в горах – плюс 7, плюс 12, днём – плюс 27, плюс 32 и местами – плюс 18, плюс 23 градусов. В Черкесске – переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 16, плюс 18, днём – плюс 29, плюс 31 градусов.